Мы начнем с абсолютного нуля. Вы можете сказать, покажи мне что-то другое, я уже знаю основы. Вы можете думать, что вы это знаете. Но человек не знает того, что он не знает. Вы не знаете того, что не знаете. И если вы не понимаете вот этих основ, потом это все скажется на работе. Итак, сначала мы как бы построим фундамент. Все основано на вот этих как бы основных принципах. То есть мы построим фундамент. Мы начнем с времени и расстояния. Две разные вещи, которые всегда идут вместе. Я знаю хороших аниматоров, которые путали вот эти вещи. Поэтому мы сейчас их как бы разделим. Первый хороший урок я получил от Гримма Нетвика. Он хороший аниматор. Он работал над Белоснежкой. Итак, мы разберем разницу между временем и расстоянием, чтобы все было понятно. Поначалу я работал с Гриммом Нетвиком. Ему было уже тогда 90. И вот однажды я был на вечеринке в честь его юбилея. Ему было 100 лет. Он был хорошим аниматором. Он придумал Бетти Буп. Вообще он был в анимации с самого начала, и потом в конце уже он работал со мной. Тогда ему было уже 92. И вот на этой вечеринке, когда ему было уже 100 лет, он подошел к Чаку Джонсу, которого он знал еще маленьким, и сказал, что, наверное, на вторую сотню я уже не пойду. То есть, как видите, он был очень-очень старым. И у него были вот такие большие плечи и руки. Я никогда не забуду, где он сидел в подвале, там в Голливуде что-то рисовал. Было так вот, как бы сумречно там все в комнате. Слегка такой желтый цвет падал из окна. И он сидел в этой полутемноте. И я спрашивал его об анимации, как ее разобрать, как разделить все, как бы, на простые вещи. Можно ли как-то все упростить? И он сказал, анимация это как бы все в времени и расстоянии. Это все время и расстояние. Итак, сейчас я вам покажу пример на вот таком прыгающем мячике. Итак, у нас мяч ударяется вот здесь, вот здесь, вот здесь и вот здесь. Вот здесь удар. И он вот так вот будет ударяться, прыгать. Возможно, здесь поставим поближе. Я буду рисовать красным. Вот это тайминг, то есть время. Это как бы очевидная старая вещь, но я не думаю, что люди понимают и разделяют как бы время и пространство. Я вот не мог сказать, где время и пространство поначалу. Время это как бы удары, то есть удар, 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 удар. Расстояние, это как бы вот мяч вот здесь у нас сжимается и отскакивает обратно вверх. Он здесь замедляется на верхушке, то есть он поближе тут рисуется, и вот здесь опять подальше мячики рисуются. Вот здесь у нас, видите, пересекаются мячи. А вот здесь у нас мячи подальше. Вот здесь, где они идут быстро, они как бы пересекаются. То есть это у нас такой мягкий мячик, и он попрыгал. Вот это у нас расстояние. То есть спейсинг. Когда мы анимируем сложного персонажа, например, я вот иду, время это вот эти вот удары. Расстояние, это как бы все вот эти рисунки, которые должны вот так идти. Это как бы вот эти рисуночки, то есть как я двигаюсь. Если я быстро двигаюсь, они будут идти с большим расстоянием, если медленно, с меньшим. То есть это как бы комбинация времени и расстояния. Очевидно, что если рисунки находятся близко, то у нас мяч двигается медленно. Если рисунки подальше, мяч двигается быстрее. Вот хороший пример, как можно показать разницу между временем и пространством. Эта монетка проходит расстояние за одну секунду. Она идет с одинаковыми расстояниями. Теперь давайте сделаем не одинаковое расстояние, но время одна секунда. Видите, время одно и то же самое, а расстояние другое. Теперь давайте посмотрим на них вместе. Видите, как интересно. Хотя это так и не выглядит, но они начинают двигаться одновременно и заканчивают двигаться одновременно. Почти у всех людей есть от природы чувство времени, особенно если вы спортсмен или музыкант, потому что время как бы встроено в нас, но расстояние, анимация, нам надо ее учить. И вот это мы будем делать в нашем уроке. Это, конечно, займет время, пока вы поймете. Это та же анимация, которую я показывал раньше. Маленький такой мячик. И вот его расстояние. Расстояние создает ощущение маленького твердого мячика. А вот у нас есть такой резиновый мячик, типа даже мультяшный. И вот его расстояние. Вот это большой, такой слегка мягкий мяч. А вот его расстояние. Теперь вот. Мы просто используем круг. Но вот как мы расставляем вот эти круги, создает иллюзию. В нашем случае это у нас шар для боулинга. Вот лёгенький шарик для пинг-понга. Мы знаем, что он лёгкий из-за времени и пространства. Этот шар почти ничего не весит. Теперь давайте возьмем все эти рисунки и ускорим их в два раза. Давайте попробуем с объектом. Линейка. Вот, нарисуем Микки Мауса. Ну или какую-то мышь вот такую. И вот он двигает головой отсюда-сюда. И вот у него рука вверху. И он будет опускать её вниз. И вот у него есть ещё хвост. И он идёт отсюда-сюда-вниз. Вот у нас есть линейки на рисуночках. Они показывают нам расстояние. Гримм нарисовал бы вот такую арку. И потом ставил на ней отметочки. Вот здесь всё замедляется. И потом есть ещё одна вот здесь возле носа. И вот здесь ещё одна на хвосте. Только здесь расстояние одинаковое. И вот есть вот эти чёрточки. Всё не происходит одновременно. Наша мышь двигает рукой, головой и хвостом, но с разной скоростью. Поэтому у нас есть несколько разных линеек. Как видите, нос опускается вниз неравномерно. Палец как бы медленно начинает и медленно заканчивает, то есть тоже неравномерно. Хвост опускается равномерно. У каждой части разные расстояния. Но вся анимация происходит за одинаковое количество времени. То есть мы используем разные линейки для разных частей. То есть всё как бы происходит у нас не одинаково. Всё становится понятнее. То есть мышь у нас не выглядит как робот. Вот так вот. То есть мы всё разбиваем на разные линейки. Я всегда начинал сначала с рисования. Но Кенвуд кричал на меня и говорил, чтобы я сначала разбирал время. И он заставлял меня... Так, сейчас возьмём вот эту таблицу. Вот у нас как бы типичная таблица. Вы знаете, что это такое? Вы же работаете на компьютерах. То есть вот у нас 4 секунды или 6 футов. Кенвуд говорил, ставь отметки там, где он ударяется об землю. Вот следующий удар, где? Здесь. И ещё два маленьких удара вот здесь. И я сначала рисовал вот эти основные позы. То есть я каждый раз брал секундомер, и он заставлял меня, как бы, отыгрывать поведение этих персонажей. Мне приходилось их отыгрывать каждый раз, пока я не понимал, как правильно они двигаются, с каким временем. И только потом я уже переходил к анимации. Так вот у нас, как бы, как устроены линейки. Всё позже станет более понятно. У меня есть вопрос. Для тех, кто не знаком с анимированием на бумаге, как всё это будет выглядеть? На разных листках бумаги, разные позы, или на одном? Основные позы мы нарисуем на одном листке, а потом уже промежуточные отдаются какому-нибудь ассистенту, и он дорисовывает промежуточные. Ну, конечно же, ребята, вы на компьютерах делаете совсем по-другому. Это история этих линейок. Но когда вы это рисуете или создаёте на компьютере, принцип остаётся тем же. Разные части двигаются с разными расстояниями. Мне повезло знать Дика Хьюмора. Он работал над Белоснежкой. Также он и Джо Грант придумали Дамбо, а также другие истории они там придумывали. Он был одним из лучших нью-йоркских аниматоров. Также он очень хорошо рисовал и работал над комиксами. Он был ведущим аниматором. И он делал все вот эти основные позы. То есть вот у нас шкала с разными позами, пять поз. И глава студии соглашался, что этот способ работает хорошо, но надо бы работать быстрее. И Дик сказал, если вы дадите мне кого-то, кто бы рисовал вот эти две позы, как бы промежуточные, вторую и четвёртую, то есть промежуточные позы, вот промежуточные, я тогда смогу работать в два раза быстрее. То есть Дик придумал идею с человеком, который будет рисовать промежуточные позы. Он как бы рисовал основные позы, вот так вот шёл вперёд, а потом кто-то другой уже как бы заполнял промежутки. Скажем, вот у нас первый рисунок, пик. Я называю их пиками. Не ключами, а пиками. Вот, это важно. Вот эта чёрточка внутри, это как бы середина, разлом. Разлом. Мы подчеркнём, нажимаем так вот слово. Это у нас цифра три. Два вот здесь, и четыре вот здесь. Это у нас промежуточные кадры. Если более точно, то пики, это то, где у нас происходит изменение направления. Или где у нас там начинается действие, или заканчивается. Давайте начнём, например, с девятью кадрами. Первый пик и девятый. Вот, пик. И экстрим. Вот этот посередине, пять. Это как бы у нас разлом. Вот здесь четыре, вот здесь шесть. Здесь шесть. Здесь семь. Восемь. Здесь два три. И вот это называется плавным началом. То есть у нас плавно начинается, мы плавно выходим из первого рисунка, и плавно входим в последний. А вот здесь у нас как бы важный рисунок посередине. А вот здесь в конце мы опять как бы замедляемся. Но лучше это звучит как бы по-компьютерному, плавное начало и плавный конец. То есть звучит лучше, плавное начало и плавный конец. Это можно хорошо увидеть на маятнике. Вот у нас арка, по которой двигается маятник. А вот посередине разлом, то есть средняя позиция. Добавляем промежуточные. Вот как он выглядит, когда у вас нет плавного начала и конца. Теперь мы добавляем легенькое такое плавное начало и плавный конец. И как видите, уже реалистичней. Теперь мы добавляем еще две позиции. И получаем такой красивый результат. Но еще четыре рисунка дают еще лучше результат. И у нас получается очень красивое плавное начало и конец. Давайте сделаем с пальцами. Мы плавно выходим из первого рисунка. То же самое, но больше кадров. Теперь у нас плавный конец. Побольше кадров. Теперь мы сделаем плавное начало и плавный конец. Добавляем побольше промежуточных. Кен Харрис всегда называл вот это смягчением. То есть, когда вам кто-то бросал там бейсбольный мяч и вы ловили, то он это называл как бы смягчением. То есть, рука отходила назад. Вот так. Я видел, как в Калифорнии аниматоры делают вот так. Представим, что это у нас бумага. Вот это у нас первый рисунок, а вот это девяносто шестой. И они вот так вот рисовали здесь линеечку. И шли играть в тайне, составляя всю ассистенту. А потом приходили и говорили, что ассистент ничего не умеет. Ассистент ничего не умеет. Ассистент ничего не умеет. Абсолютно хорошее. Ты знаешь, я дам, я дам, я дам. Я знаю моё работа. Видите? Почти все движения в жизни происходят по арке. Разве что вы делаете что-то именно по прямой, например, удар. За арками красиво наблюдать. А вот прямые линии дают силу. Вот, например, маятник идёт по арке. Не вот так. Как нам нарисовать промежуточные кадры для этих позиций? Вот так? Обычно у нас получается что-то вот так. Это как бы, я не знаю даже, половинка того и половинка того. Потому что тот, кто рисует промежуточные кадры, не понимает суть арок. Хотя вот, что нам нужно было. Вот эта поднимающаяся рука имеет три арки. Локоть. Запястье. И конец пальцев. Одно время я работал в UPA. Я там как бы рисовал, и потом они увидели, что я могу анимировать. И потом мне дали, как бы, ассистента для анимации. Он был хорошим художником. Его звали Чарли. Он был таким хорошим художником. Сейчас я нарисую, как он работал. Он делал такие вот рисуночки вот здесь, в середине. Вот он рисовал волосы. И еще один рисунок вот здесь. Но ему не нравилось, как аниматор разработал глаза, и он рисовал их вот такими. Поэтому где-то 30 секунд экранного времени, глаза вели себя вот так. Поэтому мне пришлось, конечно же, работать самому, а Чарли отправили к кому-то другому. И вот так вот я не научился работать с ассистентом, потому что я боялся, что такое произойдет опять. Вообще вот эта проблема с мерцаниями в кадрах происходила часто, потому что мы нанимали людей с улицы. Вот первый рисунок чашки кофе, вот пятый. А вот центральный кадр. И вот, видите, вот это у нас неплохие рисунки. А вот эти промежуточные рисует человек, который ничего не знает о перспективе. И в конце концов вы получите вот такое на экране. Иногда даже они вот так их рисовали. Они просто не понимают перспективу. Вот видите, плохая анимация. Когда Милт пришел в студию Диснея, это где-то 1934-й, наверное, и он встретил Билла Тайтлера и сказал, «Привет, я в отделе ассистентов». А он ему отвечает, «Да, и сколько же ты сцен уже испортил?» Вот так вот люди старые закалки там и работали. Как видите, работа ассистентом — это как бы наполнение анимацией. Здесь суть не столько в качестве адресованного, а именно в том, чтобы оно совпадало с основными формами от аниматора. То есть работа ассистента — это наполнение и соблюдение форм аниматора. А вот работа аниматора — это контроль формы. То есть как в фильмах Спилберга, вот так вот руки движутся. То есть вот эта рука не должна как бы дергаться, потому что она на первом плане. То есть здесь работа ассистента очень важна. Вот если вы рисуете первый и четвертый кадры, это как бы пики наши, и вот у нас получается как бы три части, то есть по 33 процента, и если вы отдаете, например, второй и третий вот эти кадры ассистенту, так не надо делать. Это получается нечестно. Вы должны сделать первое, второе и четвертое. А вот ассистент лучше пусть делает какой-то промежуточный кадр, там добавим. Потому что в другом случае просто получится неправильная, неправильная анимация. Или пусть лучше нарисовать ему какой-нибудь промежуточный вот здесь второй. Если у аниматора есть ассистент, он все еще должен делать много работы, чтобы следить за качеством анимации. Это может показаться вам простым и очевидным, но вы увидите, насколько это важно, когда мы начнем уже все делать вместе. Если мы не будем знать, как правильно это делать, у нас получится дом на непрочном фундаменте. Итак, давайте подытожим. Мы поняли разницу между временем и расстоянием. Мы узнали, откуда появились вот эти линейки. Мы разобрали плавное начало и конец. Мы разобрали управление наполнением и арки. В следующий раз мы начнем сцену и будем думать, что надо сделать первым. А потом что делать? А потом что делать после этого? И так дальше. Мы разберем метод работы, идею метода работы, как все организовать. Это материал. Это материал. Субтитры создавал DimaTorzok